Итак, начнем с того, что у нас бросается в глаза, схожий с автором канала. Я не знаю, следует ли рассказывать о том, как это установлено, то, что и так у него есть тема и центральный виджет, и сама система, как и у него. Вот. Центральный виджет это ContiVision, вот он. Там у него были какие-то проблемы с его установкой, я не знал, как это сделать, он у меня не появлялся здесь, в самых конках. Ну, я сделал таким костыльным способом, сделал скрипт на запуск и добавил его в автозапуск. Вот он. Вот именно эта команда его и запускает. Так, что у нас дальше? Дальше у нас виджет с мониторингом, процессор, память, температура, сеть и то, что самый нижний, это второй компьютер. Пойдем чуть позже. Так вот, то, что справа, это у нас вот такой вот монитор. Ну, опять же, он немного манименен, самую малость. Так как у меня процессор Ай-5, там 4 ядра, а как вы видите, он только на 2 ядра, пришлось это извинить. Сейчас я его вам покажу, вот этот вот файл. Все, вот они все коды. Я не знаю ни языков программирования, ни ничего не писал никогда в своей жизни. В принципе, тут все интуитивно понятно. По большому счету, что за что отвечает. Вот у нас наши процессоры. Так как было 2, я отображал все меня их 2. Я решил добавить все остальное и посмотреть, что будет. Но в итоге я добавил, и у меня появилось 4 ядра, так как мне нужно. Мне и этого оказалось мало. Я решил добавить мониторинг температуры. И, опять же, все нашлось в интернете. Я просто скопировал какой-то код, например, на память, и его точно так же поменял. Потому что тоже все интуитивно ясно. Вот она наша команда, которая отвечает за отображение температуры. И берется все это из сенсора. Мы пишем SENSORS. И вот мы видим то же самое. У нас исполняется команда SENSORS. Ищется вот эта вот строчка P-KATCH ID. Вот она, P-KATCH ID 53 градуса. И дальше вырезаются нужные нам строчки. Это P-17 по P-18. Все это как-то тоже интуитивно понятно и интуитивно находится. Потому что ту команду, которую я нашел, она не была конкретно для меня. И у меня отображалась на то, что надо. Я поменял эти строчки и вуаля. Потом температура видеокарты. То же самое SENSORS. Grab Temp1. Temp1 это у нас вот. Это у нас видеокарта. FAN. Обороты кулера я не стал добавлять. Не знаю, должны. Мне пока не надо. А дальше у нас идет второй компьютер. Это такая своеобразная файловая помойка, которая над качалкой и прочее. Мне захотелось добавить на рабочий стол его мониторинг. То есть, знаете, греется он или не греется. Хотя бы пример. Нет, я конечно могу залить по SESH и посмотреть что-то. Но это долго. И, и, и. Я нашел способ точно такой же. Добавление в конки. Только поменял вот этот скрипт. Потому что меня вот эта вот команда, она меня не устраивала. У нас слишком уж какая-то не точно. Мне хотелось больше конкретики. И, опять же, я в интернете нашел нужную команду. И просто добавил какие-то свои изменения. Вот он, этот файл. Скрипт. У меня на сервере, точнее на том компьютере, лежит файли, которые исполняются конки с той командой, которая мне надо. Дальше температура. Абсолютно то же самое. Сенсор. Гребт. И поиск вот этого вот слова. Опять же, если мы напишем вот эту команду. А сервере у нас выдаст очень много показателей. Ну и ИЧО, это у нас, я насколько понимаю, показ содержимого команды. Вот. Точно так же убрежается в нужные строчки. Через кул. И все отображает. Вот они, 43 градуса. Так, о чем еще рассказать? Тема. Тема Марк Дарк. Такая же такая Костроканала у нас не приглянулась. Значки. Значки я скачал вообще через через менеджер пакетов. Просто написав ИКО. И качай не хочу. Тут все написано ИКОН ЗМП. То есть, это значки ты их скачиваешь и также через настройки устанавливаешь. К большому счету тут все просто. С темой то же самое. Точно так же через твои позиторы и АУР я скачал. Вот. Вот она у меня установлена. Это тема. Ну и в принципе все. Есть еще какие-то небольшие мелочи. Вроде КОНТР АЛЬДЕЛИТО как видел запуск диспетчера задачи. Мне так привычно мне так удобно. Вот. Или запуск на кнопку проигрывателя. Это делается еще проще. через виджет клавиатуры комбинации клавиш ты добавляешь команду и нажимаешь на кнопку которую бы ты хотел чтобы у тебя эта команда исполнилась. Вот все. Вот. смотрим Task Manager это диспетчер задачи. Это программа которая отвечает за диспетчер задачи. Ну и в принципе все. Всем спасибо.